Итак, мы дальше знакомимся с литературой доктора Константина. Сейчас мы рассмотрим литературное издание, которое именуется как косметология. Что побудило меня написать это литературное издание? Ну, прежде всего, незнание многих людей, что по лицевой части нашего с вами организма проходят также меридианы. И в каком состоянии данные меридианы, в таком состоянии и наше лицо. Ну, например, у всех, когда появляются под глазами темные пятна, все считают, что это почки. Отчасти я соглашусь, отчасти. Но мы не знаем, в каком состоянии меридиан сердца, который контролирует орбиту глаз. Мы не знаем, в каком состоянии меридиан печени, который контролирует лицевую часть глазу. Мы не знаем, в каком состоянии меридиан желудка, который контролирует орбиту глаз. Мы не знаем, в каком состоянии меридиан желчного пузыря, который контролирует лицевую часть. Итак, я назвал всего лишь 4 основных меридиана. А также меридиан толстого кишечника, который проходит по лицевой части. Меридиан тонкого кишечника, который проходит по лицевой части. И вот мы с вами уже знаем 6-7 меридианов, которые проходят по лицевой части. В каком они состоянии? Увы, многие те, кто занимается косметологией, не уделяют этому внимания. В данном литературном издании доктор Константин подчеркнул этот недостаток и показал, систематизировал, какие необходимо нам знать с вами нюансы при разработке, омоложении, либо косметологических мероприятий у обеих полов. Ну, прежде всего, косметология на голове и лицевой части пациента. Косметология процедуры на груди и грудной части тела. Борьба с ожирением здесь описана. Лечение конечностей и их фрагментов. Лечение других проблем. Также приведена таблица, в которой большинство указано, таблицы предоставлены, в которых написаны, предположим, те точки предоставлены, которые отвечают за лицо, за кожу лица. Группа точек, которые отвечают за уголки губ, уголка рта, губы. Губы сухие и трескаются. Пожалуйста, эту проблему можно решить с данной методикой. Выпадение волос и бровей, кожи головы, перхоть. Можно воздействовать на эту точку и мы уже можем бороться без химиотерапии с перхотью. Также нос. Зал слез. Зал слез на востоке называется область под глазами. Там, где у нас возникает, либо там у людей возникают потемненные круги. Черные круги вокруг глаз даны точки. Щека, кожа щеки даны точки. Обязательно здесь указаны состояния шеи, подбородка, груди. Это касается женщин. Также у нас здесь есть точки для омоложения ногтей. Пальцы в трещинах и шершавых. Пальцы рук, пальцы стоп, ладони. Состояние обязательно. Зловонный запах шеи, запах отступнее кистей зловонный. Зловонный запах из носа и рта. Пятка, подошва. Знают, что многие трескаются пятки и подошвы. Запах лука из-под мышек предоставленной точки. Угри на лице. Угри. Угри в молодом возрасте. А также даны такие состояния кожного покрова, которые решают проблемы, как кожа болезненная, кожа в трещинах, кожа головы, кожа груди болезненная, кожа кистей опухшая, холодная, голубая, кожа серого оттенка, кожа сохнет, кожа щеки, кожные мышцы шеи, кожные сыпы. Здесь заболевания, вот уже мы можем взять при кожных любых расстройствах. Также мы связываем зуды с заболеванием кожи. Они также здесь предоставлены. Также здесь предоставлены фурункулы в лицах, на кистях, в области мышц, шейно-затылочной области. Непосредственно фурункулы и карбункулы в неблагоприятных частях тела, которые мешают нам передвижению, либо кто ведет сидячий образ жизни. Также нам должны даны точки при прыщах, на кистях, на лицах и вообще на коже человека. Также здесь даны точки при псориазе, ладони и подошв, ушной серии, заболевания ушей. Также даны точки при зловонном запахе из носа, из рта, из легких при кашле, при зловонном запахе мочи и запахе шеи. Также данная литература обобщила и систематизировала метод рефлексотерапии, как при проведении косметологических мероприятий.